Всем привет! Меня зовут Василиса Дованкова и сегодня я буду повторять крутые слоумо из ТикТока. Мне кажется, что эта моя рубрика вообще не требует представления, потому что она самая древняя на моем канале, если можно так сказать. И вы до сих пор ее любите, что я очень ценю. И да, сегодня будет подборка из трех офигительных слоумошек. Будет одна смешная, одна социальная и одна просто слоумошка. На самом деле, когда я искала клипы, я обратила внимание, что стало очень-очень много социальных клипов. Такого раньше не было и сейчас гораздо труднее найти что-то обычное, как раньше с подкидыванием воды там или какими-нибудь сальто, в общем, то, что было модно раньше. Я не знаю, что вам еще объяснить и рассказать. Давайте лучше просто приступим к видосику. Вот только напомню, что на канал на мой нужно не забыть подписаться, потому что я знаю, что очень много народу, которые меня смотрят, делают это без подписки. Это не хорошо. Подпишитесь, пожалуйста. Вам что, жалко, что ли? Мне будет так приятно. Вы же все остаетесь в моем сердечке навсегда. В общем-то, также в описании есть ссылка на мой инстаграм, где я поищу разные классные фоточки. И там теперь появилась рубрика спойлеров. То есть вы раньше других можете узнать, что я снимаю. Увидеть конструкцию, увидеть идею. Там не все понятно, но что-то вы увидите. И это на целую неделю раньше, чем те, кто увидит это видео потом на ютубе. Поэтому настоятельно рекомендую вам перейти в описание и подписаться на инстаграм. А мы погнали. Итак, для первого клипа мне понадобится две... Это кружки из-под пива. Сорян, я больше ничего не нашла. В которых развела воду с краской. Я буду делать вот так вот. Вода будет скрещиваться, естественно, в слоу-мо. Дальше мне понадобится собака, которую я буду просто держать на ручках. Он пока спит. Я его пока не бужу. Мы снимем это в последнюю очередь. Потом я сдуваю с руки краску Холли. Потом я подбрасываю лепестки. Так как лепестков я дома не нашла. А если я сорву что-нибудь отсюда, то, скорее всего, меня изгонят из дома. Поэтому я нашла вот такую штуку. Я даже не знаю, кто это сделал. Но посмотрите, это реально очень красиво. И мне придется это сломать. Впрочем, как всегда. Вот. И, кстати, я только что вспомнила, что пример-то вам не показал. Самое время это исправить. Естественно, чтобы снять этот клип, мне понадобится музончик, потому что там есть ритм, там даже есть какие-то слова. Поэтому я, как всегда, ставлю просто на повтор. И мы начинаем с первого... Ай! Движение. Блин, у меня только одна попытка. Я так долго разводила эту краску в этой воде. Что ладно с первого раза. А он там... Я не выучила. Да. Понятно. Худ, бэйби, на щи кидаем. Он был максимально тупо, нет? Блин, меня выбешивает. Ну, во-первых, вот это меня выбешивает. А во-вторых, то, что когда я снимаю с ломо, я не знаю, почему так происходит. Мне приходится что-то подкидывать. У меня всегда такое лицо, как будто, я не знаю, я умираю, или, типа, мне плохо, или вот прямо сейчас я умру. Ну, какой-то, в общем... Дай мне посмотреть, пожалуйста. Я уверена, что там это есть. То есть все, на что я могу надеяться, это то, что вода эффектно закрыла мое лицо. Посмотри на это. Посмотри на это лицо. Нормально? Ладно, знаете, когда вы не можете что-то сделать, просто сделайте это своей фишкой. То есть я буду говорить, что я делаю такое лицо, потому что это моя фишка. Следующим моим движением будет дунать красочку Холли. Святое дело. Я на себя дунула, да? Ветер в эту сторону, да? Да блин! Ладно, видимо, плохие сломо моя фишка. Дай посмотреть. Было. Я так скажу. Вы удивитесь, но у меня снова ужасное лицо. Блин, можно я сделаю еще раз? Ну, пожалуйста. Это трэш какой-то. Это шлафишка. Нет. Это просто капец. Да, этот дубль был намного лучше. И единственное, что нам осталось снять, это с новомашкой собачкой. Посмотрите на это. Амусь, пойдем я тебя возьму? Пойдем. Пойдем. Когда не было камеры, он мне кусал за руку и рычал, как старый дед такой, пердун. Такой, аааа. Пойдем. Он такой врученый. Все, надо быстро снять и отпустить его. Все, пойдем спать, пойдем. Ты заслужил. Итак, для второго клипа мне потребуется один большой медведь. Пожалуйста. Очень, очень старый и большой и очень медведь. А также один старый друг. Друг, выходи. Один старый медведь. Еще один старый медведь. Два старых медведя и немного денег. Покажи деньги. Ты что, не веришь? Ты принес с собой деньги? 50 рублей. Неплохо. Вот, в общем-то, такой у нас клип. Вы наверняка его уже видели. Я думаю, что очень много кто его снимал. Там прикол в том, что идет парень за девушкой. Такой, типа, держи Мишку, ты классная. Она такая, ты что с Мишкой, как мне подхожешь? Она такая, вообще, а, уди. Вот. А потом он бросает Мишку, подбегает и дает ей бабки. Она такая, подожди-ка, ты неплох. И начинает его обнимать, а он проскальзывает пылькой такой просто. Отталкивает ее, такой, типа, пошла. Куда-то, да? Шла, типа. В общем, посмотрите пример, чтобы понять получше, а мы будем готовиться. Дальше я тебя отталкиваю. Ты такой, типа, бросаешь Мишку, идешь опять за мной, да, и предлагаешь бабки. Да, я тебя наворачиваю. На бабки-то я согласна. Да. Блин, ты что ты делаешь, что я оттолкнусь? Я тебя оттолкнуть не могу. Я забыл движение, типа, так, потом ворачиваю. И решил сделать. А потом потом? Нет, здесь он ничего не выворачивает. Здесь еще ничего, это выворачивает, и когда я на тебя начинаю обнимать, ты просто под рукой проскальзываешь и меня оттолкаешь. Да, посмотрим. Неплохо. А-а-а, как же это? Посмотрите на этот взгляд, такой, типа, прям, реально разозлился. Ой, что за... Мне кажется, нет шума. Хорошая. Ну, с шестого раза было неплохо, а у нас бывало и хуже. Смотрите, готовый результат. Итак, мы подошли к третьему клипу, и там такое слоумо. Просто я, когда увидела этот клип, я посмеялась. Я редко смеюсь над клипами, но когда увидела этот, я прорала, поэтому я решила его взять. Прикол там в том, что стоят два стула друг напротив друга, и чувак стоит на одном стуле и готовится сделать сальто. Я думаю, что вы наверняка знаете всю эту фишку, но я почему-то увидела ее только сегодня. Сорян, отстаю от тренда. Ну, короче. И он наклоняется, готовится к сальто, а потом делает... Вот так. Ну, типа, он собирается прыгать и просто заканчивает танцевать. У него классно получилось. Я не знаю, получится так у меня или нет. Короче, вот, посмотрите примеры и поймете, о чем я. Составляем стулья. Вот, примерно так было бы, наверное, удобно прыгать сальто. Я думаю, что мне стоит снять тапки, потому что что-то мне подсказывает, что сальтухи в тапках не крутят. Так, встаем. Я попытаюсь максимально правдоподобно изобразить прыжок в сальто, к тому же я умею его прыгать на батуте, правда, только, но тоже считается. В общем, сейчас вспомним движение. Похоже было? Да, посмотри. По-моему, только танец, тот и был нормальный, блин. Давай еще разок. Мне кажется, мне нужно еще медленнее делать. Короче, прикол в том, что у парня снято без слоумо, то есть он сам так сделал. У меня не получается правдоподобно, мне не нравится, поэтому я думаю, что можно снять в слоумо. Мне просто быстро, типа, сымитировать сальто, попробовать, а потом танец уже оставить без слоумо. А? Как тебе такое? По движению это было лучше. Единственное, что я не знаю, здесь же слоумо, как оно теперь с музыкой совпадет, понимаешь? Ну, в общем, ребята, я старалась. Это оказался не такой легкий клип, как я думала, потому что я хочу, чтобы это действительно было похоже на то, что ты собираешься сделать сальто. А это не всегда просто. Ну, в общем, смотрите, готовый результат. Просто огнище, да, а не клип? Мне тоже понравилось. Впрочем, как и все видео, которое вы только что посмотрели, спасибо вам за это огромное. Никогда не забывайте, что я вас очень люблю. Пока!